итак у нас вот такая сценка давайте посмотрим что у нас слоями да вот слой велик туда в нем присутствует все объекты собственно говоря велика ну мы сделаем с вами сейчас простую достаточно вещи это велосипед при при дневном освещении вот поэтому нам понадобится еще один объект это собственно говоря плоскость на которой все это будет стоять обязательно порядке нам понадобится камера и обязательно нам понадобится собственно говоря система дневного освещения поэтому нам нужны будут три дополнительных слоя их можно прямо сразу сделать снять выделение со всех объектов сцене сделать сразу три слоя вот так вот один из слоев назвать земля это как раз то на чем будет стоять второй слой это камеры может быть и не одна и третий слой это daylight активируем слой land и и делаем сейчас объект просто плоскость create стандарт примитив plane разбиение и особо не важно главное чтобы вот тут важно имеет смысл поднять на самом деле не опустить землю вниз а поднять велосипед поднять велосипед потому что так удобнее будет как то вот так к сожалению в максе бесконечные плоскости нету но вот у поверхности у плоскости ссоре примитива плоскости есть вот такой параметр рендер мультиплеер мультиплеер и в принципе размер самой плоскости может быть небольшой во время рендеринга она будет увеличиваться например в 30 раз то есть если сейчас попытаюсь отрендерить все это мы увидим с вами что велосипед стоит совершенно прекрасным образом стоит вот такой бесконечной плоскости на самом деле это немножко не экономично но в общем то при использовании тех алгоритмов которые у нас будут использоваться это вполне нормальные так теперь мы должны с вами проверить правильно ли у нас все установлено итак смотрим рендер сетап находим спускаемся вниз ну и смотрим какой рендер у нас сейчас стоит по умолчанию по умолчанию стоит nvidia mental ray меня сейчас если вы проект начали в начале семестра именно так как я предлагал это сделать у вас все получилось бы сразу но в любой момент можно все это поменять если у вас сверху не nvidia mental ray а скорее всего scanline то вы опускаетесь вниз в assign renderer находите в этом списке nvidia mental ray ведь его здесь нет потому что так уже здесь стоит вот и в вас рендеринг становится именно тем который каким надо больше там делать особо нечего переключаетесь на перспективу выбираете интересный ракурс например вот такой так так неважно вот три четверти как то вот так и фиксируем этот ракурс либо с сочетанием control c создается на перспективе это важно камера либо здесь из меню create камерас create камера from you создается камера если переключиться на в режим модифай то камера будет выбрана автоматически и мы сразу получим его настройки если это не так то на виде из камеры быстрый переход на вид из камеры то буква c вы можете выбрать вот здесь select камера ну и для того чтобы понимать что это такое это просто такой же объект как и все то есть чтобы его параметры были в правой панели этот объект должен быть выбран ничего особо интересного в камере нету это фокусное расстояние завязаны на угол зрения умолчание угол зрения делается горизонтально но вообще кто занимается фотографии знает что угол зрения считается по диагонали набор основных фокусных расстояний вот начиная от широкоугольника 15 миллиметров и заканчивая 200 миллиметров длиннофокусником соответственно вы прибираете перспективу то есть она вас становится больше или меньше ли причем в камере можно вообще убрать максовской камере перспектива можно убрать но делать это очень нежелательно и не потому что там неестественно а потому что ломается при этом некоторые моменты поэтому лучше все таки с перспективы иметь пускай вот такую можно даже сказать что это 500 миллиметров и отъехать желательно если вы обратили внимание я уже пользуюсь вот этой вот панелью потому что на виде с камеры кроме средней кнопки вот таким вот образом больше никак она не задействована не ролик и вперед назад не крутится не аль средняя кнопка тоже нету и никакого кубика наехать отъехать это вот кнопка долли и левой кнопкой мыши вы наезжаете отъезжаете орбит повернуться это вот кнопочка вот это но честно говоря от не люблю такие вот на фокусные дела поэтому где-то 50 миллиметров я думаю будет неплохо вот так вот какая тут такая вот такой вот ракурс которым все будет видно так больше здесь особо нет никаких интересных интересностей но может быть горизонт линию горизонта посмотреть бывает иногда полезно то есть вот так то тут у нас будет распространяться наша плоскость если вы помните была такая так попробую даже отрендерить вы увидите что так она примерно есть теперь нужно назначить для того чтобы было удобно вставить свет и рассмотрим полученный результат таскать получился нормальным имеет смысл на все объекты в сцене накинуть серый материал дачу так не увидишь интересно откуда все это вот но у вас скорее всего все не так массу должно вот так выглядит то есть во всех слотах редактора материалов которые можно представлены вот таким вот образом или мода компакт материал эдитер вот таким материалы сложные мы будем делать это в режиме слайд материал эдитер потому что так удобней но вот из-за того что во многих туторах по в интернете вы находите очень часто находите старые уроки где используется от редактора материалов старом виде все таки к нему тоже имеет смысл привыкнуть но не не надо любить он уже в общем устарел довольно здорово итак в этом режиме мы смотрим а какой здесь материал если в очередной раз все было изначально все правильно то здесь должен быть материал аркан дизайн если это не так вы нажимаете вот на кнопку с типом материала и находите материал аркан дизайн в этом списке список материалы он у вас должен быть на самом верху меня из-за того чтобы наставлено большое количество дополнительных шейдеров он находится в середине списка но в любом случае это один и тот же материал аркан дизайн окей две вещи нужно с ним сделать первое это убрать отражение то есть совсем видите reflectivity в ноль и второе сделать его двусторонним потому что кое-кто решил что я не знаю кто это решил если честно вот здесь вот свиточки сейчас еще раз покажу очень быстро перескочил advanced rendering options вы находите вот такую галочку backface cooling ее нужно снять после того как все это сделали control а выбрать все объекты в сцене и вот так вот кинуть assign to selection мы получаем с вами вот такой вот серенький велосипед пока что ничего интересного и ракурс на сказать не самый лучший в мире потому что вот это вот все довольно здорово нам мешает но сейчас все это будет сделано уже более интересное интересное состояние может быть действительно ракурс надо сделать вот таким чтобы линии горизонта вообще не было ну пожалуй вот так во время постановки света в студии будет немножко другая ситуация и там будет немножко правильнее все наверное ну в общем вот так как то с точки зрения ракурсов я не знаю как правильно то есть это ли не это ли я могу только предполагать что например вот если я нахожусь камера сейчас у меня по оси z находится на высоте 173 сантиметров до где-то нужно поставить нас на 150 на уровень глаз видимо так и вот тогда это будет ракурс с высоты человеческого роста вот что то вот в таком духе дальше это все ваши знания и умения должны здесь примениться так ну в принципе все готово камера стоит можно включить вы перейти на перспективу то есть выйти из камеры буквы p и аккуратненько создать систему lights да и light system задается вот такой вопрос использовать не использовать экспозицию на лекции собственно говоря я бы на эту тему уже говорил вот вы отвечаете да ну у нас будет еще время познакомиться с этой штукой поближе делается вот такая вот штука задается еще один вопрос по поводу физического неба если если ни того ни другого вопроса не было ничего страшного сейчас мы посмотрим где что вставляется и вы создаете вот такую вот конструкцию с сразу сходу можно перейти в режим реалистик включить отображение при помощи сцен лайтов видите lighting and shadow luminous and light тени ambient occlusion должны быть включены и report background я выставляю в environment background и в результате мы получаем с вами на бэкграунде на заднике вот такое вот небо если еще захотеть то и солнце тоже а если это не так если получилось что то другое давайте проверим итак первое если мы вернемся в модифай то у нас должны стоять мистер сан и мистер sky как называли их уже выпустившиеся ребята а металл рейсан и металл рейс sky то есть если мы используем с вами металл рей то должны быть соответствующие источники света в принципе в принципе можно использовать и любые другие ну кроме вареевских что тут у меня там еще да вареевской есть солнце но но если мы используем менталл рей либо квиксилвер то есть все три инкарнации собственно говоря менталл рей в максе нужно использовать именно вот эту связку менталл рейсан и менталл рейс sky теперь если мы зайдем в окружение то здесь должен присутствовать менталл рей физикл скай если здесь ничего нет его сюда можно просто добавить руками то есть так я убираю и из текстур текстур менталл рейвских нахожу мр физикл скай но у меня здесь тоже очередной так у меня макс развалился достаточно такой элементарной операции вот но потому что поймалась текстура не совместимая жизнью с максом но в вашем случае я уже не хочу это открывать опять же чтоб не напороться но вы должны нажать на эту кнопку из списка выбрать мр физикл скай поставить сюда вот экспозиция управление экспозиции вполне возможно что у вас здесь стало что-то другое запросто может стать логарифмик экспажуру контрол это совсем другая вещь поэтому вы вставляете менталл рей фотографик экспажуру контрол с пресетом 15 то есть вот здесь такой есть пресет физикл бейс лайтинг аутдор дайлайт клир скай это экспозиция 15 это соответствует в общем то реальности тем настройкам которые солнце и небо присутствуют по умолчанию и в общем то в какой то мере соответствует реальности теперь разберемся собственно говоря с солнцем небом первым делом вас закидывают в состояние вот видите когда вы это сделали мы вернулись обратно к модифай но по умолчанию вас сразу закидывают вот сюда где предлагают собственно говоря выбрать тип управления солнцем небом я думаю некоторые уже попробовали подвигать ничего не получается а по умолчанию здесь стоит выбор дата время и положение в мире на планете земля то есть вы можете сказать день недели да кстати у меня после сбоя надо бы конечно вернуть все обратно да вы правы lighting and showed the sun light и viewport background environment да чтобы у меня было и небо и солнце ну и пересохраниться так то есть все он у нас видно вы меняете время дня вы меняете день года и видите что условия меняются в зависимости от того какой вы выбрали момент времени ну и также вы выбираете где все это дело происходит европа москва окей и вот солнце изменилось свое положение изменилась освещенность но если вы в общем то в этом нет вам необходимости вы совершенно спокойно можете переключиться в режим manual ручной режим и аккуратно солнце поставить куда угодно и как угодно то есть под любым интересным для вас ракурсом может быть вот так например да вот думаю неплохо такой вариант боковой свет ну при желании можно там куда угодно его подвинуть в ту или иную сторону у повыше над горизонтом пониже вот то есть все вот таким вот образом делается настройки значит по умолчанию настройки достаточно разумные то есть все похоже на белый день но если очень хочется можно какие-то вещи поменять в ту или иную сторону главное не делать очень сильно итак первое да в ортографике как видите никакого неба только какой-то голубой там или белые пятна да то есть это все должно происходить в перспективе включить выключить солнце останется только небо кстати хороший режим мы с вами его посмотрим когда будем уже немножко посложнее делать освещение тени включить выключить в юпорте все это показывается небо то же самое выключить отключить правда в юпорте видно что что-то происходит да видите такие более жесткие тени получаются и на рендере тоже будет очень хорошо видно что вы получаете только такой вот такие жесткие черные тени по нулям вот поэтому и то и другое имеет смысл держать соотношение можно совершенно спокойно увеличивать яркость солнца но не чрезмерно конечно где-нибудь вот так и уменьшить яркость неба и наоборот и наоборот это можно сделать то есть у вас будет более такой мягкий свет вот но и это все можно делать немножко по-другому а есть такой параметр вот модели которая называется хейс драйвен хейс то есть загрязненность атмосферы если его начать увеличивать то ну не сильно конечно это делать то у вас как раз и происходит две вещи во первых небо солнца начинает окрашиваться в желтый цвет то есть солнце цвет от солнца более распространяется в атмосфере а во вторых изменяется соотношение изменяется баланс вот при хейс 7 например если посмотреть мы увидим с вами как раз что мы добились той ситуации когда вручную крутили побольше неба поменьше солнца да вот и оттенок такой стал более более интересный вот чтобы этот оттенок все таки скомпенсировать мы можем либо покрутить баланс белого в настройках экспозиции экспожор control вот здесь он находится на лекции об этом говорил что там есть такая штука и вот смотрите то есть я могу сказать что 5500 баланс белого и может быть даже там 5000 баланс белого и у нас опять нейтральный свет получается вот такой только соотношение немножко другое 6500 да ок вот ну то есть здесь есть определенные нюансы поиграться можно всегда так или иначе но вот при увеличении параметра хейс рука так и тянется немножко размыть посильнее тени вот тут дело такое что то конечно так оно и происходит на самом деле тени размываются сильнее но только в том случае если у вас совсем песчаная буря и солнце вообще не видно вот если солнце хоть немного пробивается сквозь тучи все равно тени от солнца достаточно четкие получаются вот если вы хотите размыть их пожалуйста можете размыть сказать там например 5 размытия теней но это уже будет очень неестественный вариант то есть это больше похоже не на большой какой-то крупный объект в солнечных лучах а моделька который стоит под тем самым под настольной лампой но в принципе это хорошее дело почему бы и нет использовать солнце в качестве настольной лампы никаких противопоказаний только вот по поводу размытия помните да так возвращаясь в обычное состояние сэмплы не трогаем пока хейс возвращаем в ноль что еще а да не сказал что вот если мы имеем с вами хейс семерку например мы можем не физически подкрутить в ту или иную сторону то есть вернуть обратно голубизну убрать желтизну и сделать опять что то такое нейтральное вот видите red blue tint и наоборот если вы хотите сделать потеплее даже вот да вот солнечный такой день получился да даже если хейс сделать единицы там ноль то у вас опять вернется голубизна если вас эта голубизна мало не интересует то вы можете прибавить желтизны более того вы можете сказать что разжав вот эти две кнопки сказать что солнце у вас начинает работать в голубизну вот а небо цвет от неба у вас и начинает идти в теплое то есть поменять полностью баланс вот что то такое вот сделать зачем но это другой вопрос для художественной ценности да но все это можно сделать на самом деле по умолчанию все это по нулям а сатурэйшн сатурэйшн имеет смысл иногда уменьшить особенно если это техническая визуализация где ну не очень хочется чтобы были какие то оттенки совсем убирать не надо а вот так вот прибрать это все то мы видим что свет становится практически нейтральным а линия горизонта вот сейчас очень хорошо видно что она нам ну мешается на самом деле конечно в этом ракурсе это не тот ракурс который нам нужен но вот при некоторых случаях вот эта линия горизонта конечно будет мешать и совершенно спокойно ее можно унизить понизить или наоборот поднять повыше но я думаю что вот так вот будет уже совсем другой вариант да раз кроме кроме от этого еще меняется баланс то есть если вы хотите чтобы ваш велосипед летал в воздухе можно линию горизонта опустить на минус 10 километров тогда конечно никакой плоскости не нужно и наоборот ну под землю если все это задолгать тут уж шахта на глубине минус 10 километров ой 10 километров обычно чуть чуть уменьшаю для того чтобы не мешался горизонт но есть там все заставлено или включено включен включается еще и блюр дополнительно горизонта и воздушная перспектива вот если я сейчас включу воздушную перспективу то даже по настройками по умолчанию мы видим с вами что вот горизонт плавно 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 растекается а если я уменьшу дистанс например вот до тысячи десяти тысяч сантиметров очень такая серьезная мозговой штурм должен быть потому что это расстояние на котором достигается десять процентов тумана а вот не чтобы написать что вот на такой то на каком то расстоянии вообще ничего не видно будет нет вот именно вот так это я кстати не поменял число вот и у меня получилось ничего не получилось пробую вот где-то должен появиться туман никак его мы не видим с вами да что ж такое ну тогда вообще вот так ну ничего хорошего как-то не получается то все в тумане то наоборот вот но это вот так можно 500 поставить сантиметров так оно получше будет ну вот вот все равно горизонт остается вот таким ну неважно в нашем случае это не очень важно вот здесь как раз туман заработал а здесь еще нет ну может быть последний 200 сантиметров вот вот вроде бы как бы все закончилось но как видите появляется туман на самом велосипеде поэтому конечно эта вещь нам совершенно не нужна особенно в нашем ракурсе а у нас ракурс вот такой и так по сути все готово на самом деле то есть вообще можно ничего не трогать просто установить нужным образом должным образом солнце солнце ничего особо не настраивать и подобрав нужный ракурс и подобрав нужное освещение получить нужный результат вот ну собственно говоря все с этим вопросом параметры рендера мы тут не трогали ничего не трогали это уже чуть позже будет и в общем то для всех разговор когда дело уже дойдет до окончательного рендеринга вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok